В течение нескольких десятилетий медицина ведет войну против рака, концентрируясь на ранней диагностике и совершенствовании терапии. Война не выиграна. Тем не менее, медицина не признает, что эта стратегия может быть ошибочной. В этом она напоминает генерала Первой мировой войны, который заявил, «Потери огромные, завоеванные земли незначительны». Вывод – продолжаем в том же духе. Вклад в химиотерапию против рака в пятилетнюю выживаемость составляет порядка 2%. Есть детские раковые образования, с которыми мы хорошо справляемся, и рак яичка и болезнь Ходжкина являются исключениями. Но если вы посмотрите на самый распространенный рак кишечника, легкого, груди, показатель успеха составляет всего около 1%. Например, из 14 тысяч больных раком толстой кишки только 146 прожили 5 лет благодаря химиотерапии. Таким образом, вероятность выживания равна 1 из 100. Но врачи не говорят этого пациентам. Новые химиотерапевтические препараты рекламируются как крупные прорывы, только для того, чтобы позднее быть незаметно отвергнутыми. Минимальная эффективность при распространенных раковых заболеваниях противоречит восприятию многих пациентов, которые чувствуют, что получают лечение, которое значительно повышает их шансы на выздоровление. Из минимального действия цитотоксической химиотерапии на 5-летнюю выживаемость и отсутствия какого-либо значительного прогресса за последние 20 лет, следует, что ее основная роль действительно в полиации. Она может уменьшить опухоли, уменьшить боль и давление. Но это не имеет никакого отношения к продлению жизни. Провал терапии в сочетании с пониманием, что подавляющее большинство рака связано с окружающей средой, особенно с образом жизни, диктуют, что профилактика должна быть нашей главной целью. Рак в значительной степени является предотвратимым заболеванием, но это требует серьезных изменений образа жизни. Из миллионов людей с диагнозом рака каждый год 90-95% случаев рака вызваны факторами образа жизни и только от 5 до 10% вызваны плохими генами. Мы знаем это из-за огромных различий в распространении различных форм рака во всем мире, которые затем меняются, когда люди переезжают из одного места в другое. Так, например, показатели рака молочной железы различаются на порядок с самыми низкими показателями в Африке и Азии, пока люди не переезжают и не начинают есть и жить, как американцы, аргентинцы, европейцы или австралийцы. Таким образом, необходимо провести серьезную переоценку подхода к проблеме рака. Ключом к победе в войне с раком является профилактика, которая не только работает лучше, но и не имеет побочных эффектов. Кроме симптомов отмены после отказа от никотина или конфет. С другой стороны, лечение рака, даже когда оно успешное, часто заставляет пациента страдать, как физически, так и психологически. Действительно, некоторые виды лечения рака считаются хуже, чем болезнь. Но главное, здоровый образ жизни может вообще предотвратить ее, тогда как ранняя диагностика и лечение по определению не изменяют частоту развития рака, не меняют число людей, заболевших раком. Что касается профилактики рака и лечения с помощью питания, потребление продуктов животного происхождения исторически ассоциируется с повышенным риском развития рака, в то время как некоторые пищевые компоненты растительной пищи были связаны с уменьшением риска. Таким образом, этого недостаточно, чтобы просто избежать неприятностей. Еда – это игра с нулевой суммой. Все, что мы кладем в рот – упущенная возможность положить туда что-то более полезное. И просто избегать продуктов, способствующих развитию рака, недостаточно. Мы должны есть продукты с активными механизмами подавления рака. Под целостным питанием мы понимаем цельные продукты. Да, это некоторые из предполагаемых активных ингредиентов здоровой еды, как куркума или зеленый чай или брокколи. Но так мы должны получать их, а не из таблеток. В конце концов, развитие рака может быть заболеванием чувствительным к питанию. Но мы говорим не о пищевых добавках, а о цельной пище. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!